Хватит это терпеть, подумали в Госдуме и решили. Пусть отныне гордые и невозмутимые водители, которым сирена машин скорой помощи, не повод уступить дорогу, платят или лишаются свободы. Реальный срок и реально большие деньги. Сейчас штраф смешной. Всего 500 рублей будет от 5 до 80 тысяч с риском остаться на целый год без прав. Если пациент, которому ехала бригада скорой помощи, умрет, потому что водитель не уступил дорогу, гарантировано лишение свободы сроком до 4 лет. Водители машин скорой помощи говорят, поправки вовремя приняли. Даже в Саранске, где пробок особо нет, случается, что не пропускают спешащих на вызов медиков. Даже если включены спецсигналы. Процент в 50 водителей не пропускают. Люди не забывают, что скорая помощь может ехать и к вам торопиться. Где-то не надо забывать. Упертость, вредность, бесчеловечность. Разбираться теперь не будут. Положено платить за вредный характер или сидеть за то, что человек умер из-за чьей-то принципиальной позиции. Инициатива хорошо, с какой стороны не посмотри. Конечно, под палку правосудия ГИБДД попадут в первую очередь водители мегаполисов. Саранский народ, хоть и упертый, но не богатый, чтобы отдавать такие деньги. Поэтому автолюбители в большинстве своем нововведения всячески поддерживают. Пока. Я соглашусь, как сам медработник, в будущем. Солидарен с таким правилом. Обязательно нужно пропускать на перекрестках и тому подобное. Спасать чью-то жизнь. По-любому. Скажите, по вашему наблюдению, водители у нас в Мордовии воспитаны? По сравнению с другими регионами, то да. Да, нужно, наверное. Как бы спецавтомобиль все-таки. В любом случае. Я за. Как считаете, у нас вообще в Мордовии водители в этом вопрос воспитаны? Ну, как бы, я думаю, да. Воспитаны. По крайней мере, я не видел, чтобы кто-то не пропустил или еще что-то. Еще уже тащили бы. Потому что, даже вот возьмите, поедет жена беременна, да? Будет скоро, ее пропускать не будут. Как это так? В любом случае, должны что-то пропустить. Тем более, когда включены эти звуковые сигналы. По вашему наблюдению, водители в этом вопросе в Мордовии воспитаны? Вот некоторые нет. Они даже вот унитарно других водителей не уважают. Осталось дождаться, когда примут поправки в закон, который будет сурово наказывать тех, кто нападает на бригады скорой помощи. Этим людям за хамство пациентов и мизерные зарплаты приходится зачастую рисковать своим здоровьем, а то и жизнью. Дина Мустаева, Игорь Гангаев. Наши новости.